В процессе, секунду. Все, мы в эфире, я делюсь ссылкой. Марат, а в ютубе ссылки не видно пока. Сейчас, одну секунду, я ее копирую туда, в комментарии. Все, мы в эфире можем начинать. Все готово, все устроено. Добрый день, дорогие преданные, дорогие гости нашей онлайн-встречи, воскресной программы, так сказать. Мы собрались, чтобы обсудить очень важную глубокую тему, тему единства. Эта тема, ну, понятие очень емкое. Фактически, единство – это то, в чем находится все. Это можно говорить в разных аспектах, бесконечные точки зрения иметь на единство, на понимание или пути к единству. И для мыслящих людей, наверное, эта тема является основополагающей. Если мы говорим о цивилизации, то цивилизация предусматривает единство, иначе не может быть речи о цивилизации. Что Прабада тоже говорил, что есть тенденция к единому мироустройству людей в современном мире. Но вот какая-то заноза все же нам не дает покоя, не дает осознать или осмыслить, или прийти, сколько мы не пытаемся, меняя формации, перестраивая мир. Создавая какие-то границы или новые учения, для того, чтобы все-таки создать какое-то идеальное общество, которое объединило бы все на свете и создало бы могущественную цивилизацию. Все же это не происходит. Почему? Здесь вот я хочу процитировать из Шила Прабхупада, из его комментариев к читанию «Чиритамрити». И он написывает причину вот этих трудностей. В чем же, собственно, трудность? Почему невозможно подчас установить какое-то единое мировое общество идеальное? И вообще, возможно ли это? Я буду ведущим этой программы. Видите, здесь у нас есть много участников, духовных возвышенных лидеров. Каждый будет высказываться. Мы пойдем как бы по кругу обсуждать эту тему. Мы все будем внимательно слушать, участвовать, задавать вопросы, дополняя. То есть мы будем также какую-то иметь, что ли, обратную связь обязательно. Нас тоже волнует эта тема единства, как те, кто ответственны за движение Прабхупады, за Искон, кто хотят также в единстве сохранить целостность нашего движения. Как мне однажды сказал один из духовных учителей, что успех нашего движения зависит не от успешной проповеди какого-то проповедника, а от целостности нашего движения, как бы сохранения единства в нем. Это трудная тема, правда. И подчас даже невозможная. Почему? Давайте я сейчас процитирую. Это стих из читания Шаритамриты, из Матхиалилы, 17 глава «Путешествие Господа Вавриндаван». Значит, 17, 185, Матхиалила. Стих 184, что в читании Махапрабху сказал «Веды, Кураны и великие мудрецы не во всем придерживается одно единого мнения. Поэтому существуют разные, подчас противоречащие друг другу, заповеди дхармы». Или как бы есть разные религии, мы говорим. Вот по причине, что есть такие противоречия, нет единого мнения даже в Ведах, в Куранах и среди мудрецов. Я процитирую часть комментариев, потом мы приступим к обсуждению. Наверное, я первого попрошу выразить точку зрения Саду Махараджа. Мы выслушаем его потом, затем далее. Но пока я прочитаю, он будет придерживаться своего мнения. Ученого или мудреца никогда не признают великим, если он не будет противоречить другим ученым или мудрецам. То есть подчеркивается именно свое мнение об этом, как бы ценность ученого. Внимание абсолютной истины, разногласия между ними исчезают. Тот, кто пребывает на этом абсолютном уровне, поклоняется Богу, как верховной личности. Как говорится в Бхагаваддите, На абсолютном уровне объект поклонения только один, и метод поклонения тоже один, Бхагаваддите. То есть то, что может объединить пропады, говорит это Бхагаваддите. Это учение Господа Читания, то, что он принес. Собственно, для того, чтобы именно дать нам представление единстве, Господь Читания принес нам чистая и беспремесная Бхагаваддите. Ну, теперь мы должны как-то это обсуждать, применительно к нашему нынешнему пониманию или обстоятельствам эту тему. Рассмотреть можно с разных точек зрения абсолютно свободно. Можно также предлагать какие-то полезные вещи практически. Можно задать философские вопросы. Мы будем лаконично сейчас эту тему проходить, начиная от Саду Махараджи, если вам предоставлю слово. Пожалуйста, Саду Махараджи, выбирайте свою точку зрения на эту тему. Спасибо, Читания Чандра, Чаран Прабу. Харе Кришна, дорогие преданные, я очень рад общению с вами сегодня. И то переживание, которое находится в моем сердце глубоко, это очень сильно обостряется в наше непростое время, когда очевидно, что Кришна что-то задумал. То есть есть какой-то момент такой чисто революционный. То есть общество, в котором мы сейчас живем, находится в тупике. Все измы себя исчерпали, как это говорилось про упады, дискредитировали. И, по сути дела, цивилизация ждет совершенно нового движения, совершенно новую, другую основу. И поскольку нет предложения, практического предложения, возникает вот ситуация кризиса реально. Это и духовный кризис, это моральный кризис, это материальный кризис. И вот мое переживание, оно связано с тем, что преданные до сих пор как бы не чувствуют своих полномочий для того, чтобы предложить, в первую очередь, своему собственному обществу. Вот эту основу, ну как бы духовного решения проблем, да, существования. Корень вот этой вот вещи, как я это чувствовал, заключается в том, что мы до сих пор не избавились от порочного представления о том, что мы, ну как бы человек может быть носителем какой-то истины, правоты какой-то. Даже если он, ну, опирается на священное писание, все равно человеческая природа, она ограничена. И проявить вот этот богоцентризм или абсолютную истину можно только совместно. То есть, когда мы сходим с позиции своей собственной правоты, фактически это такая, ну, постановка, что я Бог, в высшем смысле этого слова, вот это я Бог, то есть я носитель как бы вот этого центра. И это даже у преданных присутствует эта тенденция. То есть, когда преданные собираются вместе, вот это вот мата, да, мнение, мое мнение, мое представление, оно ставится в каждом центре. И поэтому вот мое, как бы, переживание, оно связано с тем, что мы, собственно, не проявляем вот этого сокровища, зачастую, которое дал нам воспочитание, сокровища вот этого настроения Сан-Киртаны. По сути дела, Сан-Киртан означает совместное проявление Бога через поспевание, через обсуждение, через катху. Мы, как бы, вместе проявляем абсолютную истину, которая нас объединяет и наполняет наш разум, ну, как бы, возможности для созидания какого-то, да, совместного созидания. Дадами и будхи йогам там. То есть Кришна говорит о том, что предан, который находится в нужном, ну, как, вот в этом настроении, вот такого совместного служения, он дает разум, с помощью которого они могут достичь совершенства. Вот поэтому то, чем я хотел поделиться, я чувствую, что у нас вот какая-то, какой-то, наметился какой-то момент выбора. Потому что эта ученическая наша сущность, наша ученическая позиция, она воспринимается чисто, ну, как бы, религиозно. Мы не можем чувствовать единство с представителями других учений, мы не можем чувствовать единство, ну, как бы, просто с живыми существами. Потому что сердце вместо вот этой вот веры в... вот у нас просто и своя правота какая-то. Вот это то, что разрушает единство, которое изначально Господь нам дал всем. Вот. Действительно, в материальном мире оно не может быть реализовано, но преданные, ну, как бы, могут проявлять духовную, духовную природу, духовную атмосферу. И вот хотелось бы, чтобы мы научились этому. Кришна с этим кризисом, он нас подталкивает вот именно к этому движению, от головы к сердцу. Вот. Спасибо большое. Вот. Я хотел поделиться этим и надеюсь, что преданные раскроют это понятое понимание, которое мы должны принять в это время. Мы сможем войти в это время квалифицированными. Спасибо, Саддум Афарадж. Как бы, лично я вот согласен, поддерживаю, что есть такое, есть такое упрямство в своей правоте, как бы, хочется, как бы, свой какой-то еще изн поддерживать. Есть препятствия на пути к санкиртане, вот, к единению духовному. Внутри каждого заложено по природе вещей. Совершенно согласен. Господь читаний даже говорил об этом во втором стихе Шикшаш, таки, что есть много имен, таких, как Кришна Говинда, которые могут освободить всю Вселенную. Но я настолько несчастный, что они меня не привлекают. У меня есть вот что-то другое. И даже я это понимая, как бы, да, вот, сожалею об этом. Такое вот, в таком положении можем тоже оказаться. Вот, я бы передал слово сейчас вот кому захотел, но если кто-то, кому-то не терпится что-то сказать, можете поднимать руку, я вас увижу. Вот, но я бы попросил сейчас Ачутатму Прабу продолжить. Вот, то, что вот, как мы сейчас услышали, можно опирать на то, что мы услышали, так же продолжать что-то. Большое, Харе Кришна, дорогие преданные, я вам не займу. Когда я слушал сейчас Аду Махараджа, я сразу стал размышлять на вот этим. И сразу вспомнил то, что Господь копил Адэшима от Бхагава, мы знаем все это утверждение, Придхак Бхава, вот это Придхак, что это видение, когда Джива, она отделяет свои интересы от интересов Верховной Личности Бога. И, несомненно, у каждого появляются свои личные какие-то интересы, и в таком состоянии этого единства быть не может. Поэтому Господь копил Адэф, вот он нас направляет своими наставлениями, направляет в эту сторону, что стать единой вот этой семьей, да, мы сейчас говорим об этом, причем такое единство с другими также, может, религиозными какими-то учениями. Вот, естественно, нужно подниматься на этот уровень, уровень Матхиа Матхикари, избавляться от этой Придхак Бхавы, отделенного видения от Верховной Личности Бога. И тогда, потому что мы часто говорим в последнее время, мне это нравится, что вот, ну, хорошо бы быть добрыми, такими дружелюбными, но если я скажу, что давайте все станем добрыми, то все добрыми что-то и становится. Не знаю, какая-то практика, которая нас поднимет. Спасибо. Алло, алло. Да, да. Зависало, да, или что-то? Немножко зависало, но то, что я уловил, то, что ты сказал о том, что есть воля Всевышнего. Господь Капиладев говорит, что нужно осознать волю Всевышнего, служить воле Всевышнего. Это хорошая мысль для обсуждения, безусловно, такая как бы фундаментальная мысль, что нужно учиться понимать волю Всевышнего, для этого существует процесс развития сознания. Как нам научиться понимать, чувствовать волю Всевышнего, посредством гурупара, общения с ваишнавами, как устроено это общество. Так, очень хорошо, тоже, да, это тоже очень авторитетно. Пока зависло, я говорил о том, что мы можем себе сказать, я хочу быть добрым, например, мы часто об этом говорим, мы добродействовали, но от этого, то, что я скажу, надо быть добрым, и добрым не становится. То есть, очевидно, нужна какая-то практика, которая возвысит сознание на более высокий уровень человека, и человек проявит эти качества. Вот уйдет это притхак-бхава, вот это разделение своего видения от желания Господа, и тогда единство, оно автоматически будет наступать. А вот это хорошая мысль, что когда мы обсуждаем какие-то качества возвышенные, это еще не факт, что мы таким образом их обретаем. Безусловно, да, вот это тоже нужно быть осторожным с этим, потому что это имя Кришна обладает таким свойством, присутствие. А другие термины, как бы, к ним нужно прийти. Если Кришна приходит по звуку святого имени, то вот мы должны также прийти, вот эти качества приобретая собственными шагами, собственными усилиями садханы. Так, я понял эту мысль, похоже, да? Вот, ну, теперь, да, теперь следующее у нас будет... Кеша Маграш, пожалуйста, вам слово. Харе Кришна, дорогие преданные, преданные, вот, спасибо за ваше участие сегодня. Важная тема, и когда читатель Анат-Чаран Прабу озвучил вот эту тему единства, мне сразу же в голову пришло «эк от вам ану паш яти», это слова из седьмой мантры Шиша Панишат, и Шила Прупада, когда говорит о единстве, обычно ссылается именно на вот эту вот фразу из седьмой мантры, что нужно, как бы, наблюдать это единство, почувствовать это единство со всеми живыми существами. Вот это то, что, собственно, не хватает сейчас в мире, и в целом даже в нашем обществе, как Саду Махараш тоже это правильно озвучил, и то, что, как бы, вот я вижу, что, хотя, ну, мы пришли в такое духовное движение, зачастую мы еще долго сохраняем внутри себя некую привычку решать все-таки, или, как, достигать сотрудничества, не ища вот этого духовного единства, а все-таки добиваясь каких-то, вот, ну, добиваясь своих, как это, своих, ну, убежная в своих каких-то убеждениях, да, то есть и возникает вот это сражение. Вот, и что важно, вот насколько я чувствую тоже, и что я пытаюсь сделать, я, по-моему, об этом говорил как раз и Саду Махараши, и, собственно, Читатма Прабу, говоря о том, что важно отказаться от этой предхакбавы, да, то есть вот этого индивидуализма какого-то. То есть здесь важно понять, что мое восприятие, то, как я вот сам пытаюсь это практиковать и делюсь с этим спрендом, важно понять, что наше восприятие нашего ума и чувств, оно ограничено очень, и оно иллюзорно. Вот, и нужно смотреть на ситуацию все-таки не через призму своих чувств ума, а как бы вот выходить за пределы этого и стараться смотреть через глаза гуру Садхуй Шастер на это. Например, мне кто-то может не нравиться, но при этом я глазами гуру Садхуй Шастер понимаю, что это все-таки душа, и он связан с Кришной, и поэтому Кришна как-то действует через него. И в чем тут план Кришны? То есть когда я вот пытаюсь так глубже смотреть, то тогда начинает что-то другое проявляться. То есть я, по крайней мере, освобождаюсь от склонности вестись на свои какие-то привычные модели, реакции. Вот выход за вот эту парадигму восприятия – это некий такой вызов в духовной жизни преданно. Вот пока мы эту технологию не освоим, то есть нам будет очень трудно достигать этого единства, потому что мы не стремимся к душе, а порой стремимся к утверждению своей идеи, и вот объединение вокруг них. То есть ищем каких-то, может быть, тех, кто разделяет эту идею, и из этого возникает вся проблематика. Поэтому тут, как мне кажется, именно вызов лично каждому из нас. То есть я буду пользоваться духовной технологией, то есть буду как душа себя вести, как слуга Господа, как ученик. Или же я все-таки буду пытаться отстаивать свою предхак-балу, и пытаться объединять вокруг себя, вокруг этой идеи какой-то других. Ну вот несколько мыслей, которые сейчас у меня пришли. Может быть, другие преданные что-то могут сказать еще. Ну, это как раз поддержку этой же идеи, да. Ну, то есть суть в чем сейчас, что я услышал, есть тенденция иметь свое мнение, как бы мы читали в комментарии, у каждого свое мнение, но Кеша Магараж добавляет к этому то, что есть также тенденция продавливать свое мнение, как бы лоббировать его, отстаивать его, бороться за свое мнение. Вот это такой вот я вижу оттенок, да, вот то, что сейчас сказал Махарадж. Вот, сейчас у нас Васушество, Прабу, пожалуйста. Кстати, да, преданные уже можно будет записывать вопросы, записывайте вопросы все, ручки, если есть у вас листочки, готовьте, потому что много ведь мы точек зрения еще будем обсуждать. Отмечайте вопросы и посылайте. Пожалуйста, Васушество. Ари Кришна, спасибо большое, Читаньчанчарам Прабу. Добрый день всем преданным, всем нашим гостям. Спасибо, что можно участвовать в этом общении замечательном. Да, у меня тоже откликается эта тема, тема единства. Причем это жилой интерес, он тянется, ну, можно сказать, всю мою духовную жизнь. Мне сразу же было интересно, как вот это бхакти, которые декларируются в Бхагаватам, и Прабхупада переводит в одном тексте, я сразу заметил, когда прочитал этот текст, это шестой текст, седьмой главы первой песни, Прабхупада переводит бхакти-йогу как связующий процесс преданнослужения. Меня это сразу заинтриговало, как это на деле, как это на практике будет связываться. Было какой-то скепсис, конечно же, сначала, как это все свяжется. И практически всю свою духовную жизнь я пытаюсь наблюдать, как все-таки бхакти-йога работает, как она связывает вот эти противоречия. Вот хочу подтвердить то, что уже было сказано, что противоречий масса. Все друг другу противоречит. Материя действительно, она разъединяет по своей природе. Все стремится к энтропии, как говорят ученые. Все противоречит друг другу. И вот есть какой-то процесс, он не материальный, действительно, он подлинно духовный. И вот он, если он проявляется, вот он все соединяет. Вот эта интрига меня всегда интересовала. Вот. И весь мой опыт, это опыт пока единения в личном контакте. Вот я не знаю, если будет возможность, я поделюсь, конечно, своим опытом. Но пока я верю, верю, что это так и есть, что преданность уже действительно соединяет. Когда я чувствую сердце другого человека, когда я способен услышать его сердце, войти в какой-то нематериальный контакт. То есть мой опыт таков, что как только это удается, хотя бы на мгновение. Вот все эти внешние различия, они немедленно стираются. Вот это я могу точно подтвердить всем своим опытом духовной жизни. мгновения достаточно, чтобы вот все вот эти различия, которые стоят между мной и другим человеком, они ушли. Ну, на это мгновение точно. И я чувствую, что здесь случился вот этот вот процесс, вот это бхакти-йога. То есть я чувствую, что когда правопада говорит, связующий процесс, это истина. Другое дело, как стать настолько опытным, чтобы добираться до сердца каждого, и не просто в индивидуальной беседе, а вот как вот сейчас, до сотен преданных, я вот не знаю, сразу каюсь преданным. Надеюсь, что я вместе с вами пойму, как этот связующий процесс довести вот до масс, на всю планету, как мечтал Шиллак Роупад. Но я хочу подтвердить, что индивидуальный опыт от сердца к сердцу у меня есть. То есть я хочу передать всем вот эту веру, это работает. Шиллак Роупада абсолютно прав. Бхакти единственное средство, которое связывает противоречит материальному миру. Мгновенно, как сильный клей. Пока я на этом закончил, я просто хотел выразить свою веру, что это работает, связующий процесс бхакти-йога. Спасибо. Это потрясающе, что ты сказал. Действительно, я думаю, что у каждого есть какие-то мгновения опыта этого духовного блаженного единения со святым именем в кругу вайшнавов. Но именно потому мы в этом обществе находимся. Поэтому, да, это звучит очень привлекательно, то, что ты говоришь. И как бы, да, вот как это распространить, вот это сознание Кришны, ты говоришь, на все общество. Это тоже хорошее предложение. Наверное, мы будем думать об этом вместе. Для этого мы сейчас, собственно, и собрались. Не просто мы хотим обсудить какую-то философскую тему, но мы хотим также прийти к каким-то хорошим решениям. Нашей саданы, может быть, особой, что-то мы добавим после этой встречи каждый в свою садану. Какие-то, может быть, дадим духовные обеты, может быть, какие-то покаяния у нас проявятся в сердце. Ну, какие-то откровения, то есть, вот есть такая надежда, потому что эти мгновения очень цены, как ты сказал. Пожалуйста, Сагра Махарач. Ирина Кришна, дорогие Войснавы, большое спасибо за такую замечательную возможность участвовать в таком важном мероприятии. Действительно, проблемы сейчас везде, и во внешнем мире свои проблемы, и у нас свои проблемы, но тем не менее, Шелла Прабхупада ждал, что преданные смогут не только все свои проблемы решить, но еще и взять ответственность за судьбы мира. И действительно, если преданные просто вот вычитали что-то из книги Шелла Прабхупада и схватили эти цитаты и бегают с ними, как писаной торбой, и всем этими цитатами по голове стучат, но это, конечно, явно не поможет ни нам, ни окружающим людям. И поэтому очень важно, я думаю, вернуться все-таки к изначальным целям Искон, которые Шелла Прабхупада заложил, еще даже до приезда в Америку. И первая цель Искон, это вот как раз таки то, ради чего мы вообще созданы, ради чего мы существуем, это систематически распространять в массах духовное знание и обучать людей методом духовной практики для восстановления нарушенного равновесия в системе ценностей общества, обеспечения подлинного единства всех людей и установления мира во всем мире. То есть, очень интересно, что Шелла Прабхупада не упоминает даже слово Бог, что уж говорить о Кришне, то есть, вот проповедь сознания Кришны, она стоит второй цель, это именно помощь в единственном единстве и мире во всем мире на основе духовного, универсального духовного знания и в принципе сознание Кришны заложено, это универсальное духовное знание, как мы знаем, девять процессов преданного служения начинаются со шраваном, со слушания и, к сожалению, преданные часто думают шраваном, это для неофитов, как только я философии обучился, мне уже не надо никого слушать больше, давай я всем буду проповедовать, то есть, все, Киртоном начался, вот, и это, то есть, вот такая какафония получается, и на нас смотрят как на каких-то фанатиков, которые даже между собой общий язык найти не могут, что уж говорить о создании истинного единства и мира во всем мире, вот, но Шила Браупада судя по этой цели очень сильно ожидал, что мы будем именно миротворцами, и как мы знаем, Кали-Юга это эпоха прежде всего раздоров и лицемерия, раздоры это самое первое качество Кали-Юги, и если преданные займут вот эту роль в обществе миротворцев, те, кто помогают в объединении и в установлении истинного мира, используя духовные знания, преданные просто будут на расхват, они будут настолько популярны, что все люди просто будут говорить, что мы жить без преданных не можем, очень хорошо понимаю, сколько это эффективно работает, потому что у меня есть собственный опыт, что в какой-то момент я сам очень сильно переживал по поводу разногласий между преданными и профессионально прошел обучение как посредника-конфликтолога, и, конечно, мне удалось многим преданным помочь, и даже не только преданным, даже вот люди со стороны меня тоже просили, и благодаря моей помощи они вдохновлялись на сознание Кришны, они вдохновлялись, что вот эти люди, они чем-то практическим могут помочь нам, а не просто загрузить гипотетической философии и религиозными практиками, вот для начала продемонстрировать эффективность сознания Кришны, именно в этом, мне кажется, слабость у нас, да, вот, и прежде всего, конечно же, первый шаг это решить проблемы с собственными конфликтами, внутренними конфликтами, конфликтами между преданными, и в конечном итоге конфликтом между преданными и обществом, да, потому что мы воспринимаемся как какая-то очередная религия, такая экзотическая, в лучшем случае, в худшем, конечно, секта, которая наряду с другими, да, соперничая с другими религиями, что-то пытается навязать какую-то свою догму, материалисты против этого и другие религии тоже против, то есть мы находимся в конфликте, о каком единстве, о каком мире, во всем мире может идти речь, если мы вот на этой волне, на религиозно-фанатичной волне вперед двигаемся, вот, и мы можем видеть, что кругшетры не утихают даже в семьях преданных, да, жена и муж пытаются друг другу доказать, кто лучше, потом дети к этому подключаются, то есть конфликты, они раздирают общество преданных также, да, потому что внутренний конфликт вот этот есть, мы не можем понять, что сознание Кришны начинается со слушания, да, и не только слушания про Кришну во время лекции, а вот просто научиться слушать и понимать людей, да, и вот мы можем видеть, что вот самые старшие зрелые кресты, как я считаю, они замечательные слушатели, они могут идеальным образом все услышать и все понять, именно в этом секрет успеха, вот, и я хотел очень быстро поделиться тремя самыми мощными инструментами, которые вот я за последние 15 лет встретил по решении внутреннего конфликта, потому что все с внутреннего конфликта начинается, то есть все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, мы сами себе создаем, вот, и для того, чтобы решить эти проблемы, очень важно задать самому себе три очень важных вопроса, да, 100% работает, если не сработает, можете мне лично пожаловаться, первый вопрос, это как я сам себе создаю проблему, да, то есть однозначно, что кто-то или какие-то обстоятельства нам создают проблемы, но не без нашего участия, и мы создаем проблемы иногда неправильными действиями, да, как говорят, не стоит где попало, иначе опять попадет, да, а иногда без действиям мы тоже создаем себе проблемы, вот, и поэтому очень важно найти вот этот корень в себе, да, посмотреть на себя, это первый вопрос, второй, как я себя обманываю, потому что всегда проблемы или конфликты, это какие-то ложные ожидания, то, что мы сами себе напридумывали, и ждем, что это именно так и будет, да, как будто мы верховная контролирующая, как будто мы создаем ситуацию, да, контролируем все, но это иллюзия, да, и как только мы избавимся от этих ложных ожиданий, сделать это очень просто, естественно, что стоит надеяться на лучшее, но лучше всего планировать на худшее, то есть есть такое понятие, как план Б, да, план на случай провала, он должен обязательно всегда быть, тогда конфликтовые проблем никогда не будет, даже если они будут, мы к ним готовы, и третий вопрос, это, конечно, что делать, да, и говорится, что выход из любой трудной ситуации там же, где и вход в нее, то есть надо просто противоположным образом действовать той модели, которую мы использовали, и проблема решится, и я желаю всем преданным, чтобы они попробовали это на себе, и чтобы мы все научились решать все свои проблемы, и чтобы нам было, ну, настолько скучно уже, да, без проблем, чтобы мы взялись за проблемы мира и помогли всем решить их проблемы. Спасибо большое. Заставляет глубоко задуматься то, что сказал Сагара Махарадж, это было, пережиты были слова, потому что занимается решением конфликтов между преданными, он слышит много примеров, истории, он чувствует это, соболезнует часто, переживает, сострадает, вот он говорит, призывает к миру, как это важно, на самом деле, Бхагавад-Витте, говорится, что это, ну, без мира счастья невозможно, не достигается, и формула мира тоже дается, поэтому, конечно же, миротворчество, это то, что нам нужно изучить серьезно, прежде всего, если мы хотим позаботиться о мире, да, вот, но сейчас мы спросим еще, вот, дадим слово, это Гасей Махарадж, что он любит быть последним, любит всех внимательно выслушать, прочувствовать все, вот у него уже, я по лицу видел много, что он продумал, прочувствовал, пока слушал внимательно, вот потом он уже любит говорить, как бы все сможет суммировать, вот, сейчас мы послушаем его, пожалуйста. Харе Кришна, спасибо большое за возможность говорить последним, мне действительно нравится слушать сначала других, ну, видимо, потому что боюсь дураком показаться, я не буду суммировать все, я с интересом слушал то, что говорили другие, но одна вещь меня задела, я хотел чуть-чуть на нее откликнуться, это слова в осуществлении прабы о том, что когда удается установить эту связь с другим человеком, то различия исчезают, я стал думать, а действительно ли исчезают отличия, различия на самом деле не исчезают, они перестают мешать, они перестают быть главными, а единство становится главным, а единство берет как бы дирижерскую палочку и начинает править, и когда есть единство, то тогда различия, они очень замечательные, они прекрасные, они украшают, а когда нет единства, то различия начинают действительно уничтожать друг друга, вступать в конфликт друг с другом, нейтрализовать друг друга, или как ты сушевший сказал, к энтропии все это ведет, вот, и собственно, люди, что еще, я подумал, когда слышал обо всем этом, что, чтобы, почему людям так страшно единство, потому что они думают, что действительно отличия исчезнут в этот момент, а мы же все очень ценим свою индивидуальность и все остальное, к сожалению, люди очень часто понимают единство как единообразие, как однообразие унылое, как какую-то все под одну гребенку, все должны делать, как я хочу или как кто-то еще хочет, вот, а на самом деле единство, оно как раз помогает нашим отличиям проявить себя полностью и принести счастье нам, единство становится тем самым способом, с помощью которого мы можем действительно ощущать отличие другого и радоваться этому отличию, не бояться этого отличия, вот, это еще одна вещь, которую мне хотелось сказать, что мы боимся, мы реально боимся единства, мы боимся, что единство заставит нас от чего-то отказываться, так как на самом деле единство только обогатит нашу жизнь и поможет нам наши различия полностью проявить и сделать их гармонично сосуществующими, с различиями других людей, вот, ну то есть мой простой посыл это то, что единство на самом деле это путь к счастью, который помогает нам по-настоящему проявить свою индивидуальность и избавляет нас от необходимости сражаться с непохожестью других, с отличиями других, то есть, если мы поймем это, если мы почувствуем эту смелость, я готов почувствовать единство с другими людьми, потерять своей индивидуальности, то то мы заиграем вместе как единый оркестр. Спасибо большое. Да, это здорово, это потрясающе. Читатно руку поднял, пожалуйста, пробуй. Просто спасибо, Махарай, что поделились. Правильно я понял, что единство также включает в себя идею, что я готов принимать других людей, их разнообразие, вот, вот этот я готов принимать другого человека, и я не боюсь принимать другого человека, потому что принятие другого человека не обязывает меня автоматически становиться таким же, точно таким же, как он. Я могу оставаться самим собой, со своей индивидуальностью. Я принимаю его, но при этом остаюсь самим собой. Ну, и ему тоже не обязательно становиться таким же, как я, правильно? Да, конечно. Мы остаемся свободными в этом единстве, в котором проявляются отличия и начинают играть наши отличия. Бриллиант почему не является? Потому что он разными цветами светит. Один и тот же бриллиант разными гранями. У нас не стала тема, я так понял, единство в многообразии, как ее прахваты собственно и обозначался в начале. Разнообразие мы забыли в единстве. да, мы сейчас говорим о единстве, но, конечно, это связано с разнообразием неотъемлемо. Тут недавно птица залетела к нам через балкон в дом. вот такая, знаете, такая быстрая типа ласточки стремительная. Стремглав пролетела через зал и в какую-то другую комнату вообще и там у стекла не может освободиться. Мы поняли, что птицу нужно спасать. Я пришел как олицетворение единства, потому что я знал ее желание, я был един с ее желанием освободить ее, но проблема была не со мной, а с ней. Она не понимала моих мотивов и билась со стекла как сумасшедшая просто. Я подумал, вот эта глупость птицы мешает мне ее же волю как бы исполнить, освободить ее. Думаю, как же быть? Вот сейчас сложная была задача для меня, как же быть с глупой птицей? С умной птицей, если она понимала бы меня, она бы поняла, что просто дайся в руки и он ее просто выпустит человек. Но она не давалась в руки. И тогда мне нужно было думать, метод признать, применить какой-то. Это хороший пример в том смысле, что если мы имеем дело с единством, а если мы имеем дело с обманом, тогда пример противоположного смысла. Если человек пришел не с добрыми мотивами, не в саттва гуни, единство быть не может, не так ли? Ведь единство это уже видение именно в саттва гуни. Там два фактора дается, счастье и знание. Вот в этих двух категориях можно чувствовать единство. А если намерения не добрые, то мы не можем, мы опасаемся друг друга. то, что сказал Гасвай Махарадж, мы можем бояться. А что мне предлагает это единство? Не исчезновение ли моего мнения, не обезличивание ли меня? То есть я сомневаюсь, я не понимаю, что мне дают. И вот тут важно понять, что ты говоришь очутат. То, что Гасвай Махарадж сказал тоже, что дается не уничтожая индивидуальности. Вот это экстатично. Когда мы с разными мнениями, но мы одновременно едины, мы понимаем, что мы при этом сотрудничаем в духе бхакти, вот это экстаз. Представьте, вот когда противоположное мнение в одном направлении, это вот это самый экстаз. Вот то, о чем сушество, Вот это откровение божественное. Это то, что Долгосподь читает, он дал экстаз на самом деле. Выраженный философский вот этом принципе. Ну, теперь все, мы круг прошли, дорогие преданные. Сейчас, наверное, будут еще вопросы. И теперь я предлагаю более спонтанно. Вот любой, кто поднимет руку, можем уже выступать, говорить. Сейчас Маликамала зачитает вопросы. Пожалуйста. Спасибо большое, дорогие преданные. Здесь достаточно много вопросов пришло. И первый вопрос, вернее, первая группа вопросов о том, что слушателям не совсем понятно о том, что мы говорим, что единство, единство. И они говорят, что мы все такие разные, но хотим единство материальными мозгами. Это нелогично. Раскройте, пожалуйста, единство в разнообразии. Как научиться помнить, что настоящее единство может быть именно в разнообразии? Дальше говорят, единство может быть, но при этом будет большая дистанция между людьми. Получается единство отдельных частиц не общность целого. Вы много говорите о единстве. Объясните, пожалуйста, как это применять в жизни. То есть вот таких вопросов по поводу единства предные не совсем поняли, что это такое, как вообще, пока нет опыта, а как это мы будем жить в этом обществе, где вот это единое. Поясните, пожалуйста, как это применить в жизни на практике? Что делать? Итак, пожалуйста, добровольно. Пожалуйста, Саграма Макараси. Арии Кришна, спасибо большое. То, что я вижу, вот я видел в комментариях, что предные говорили про Варнашаму, Дхарму, и что действительно Шелла Бравупада очень сильно подчеркивал это в своих книгах и лекциях, особенно в конце он видел важность этого. Но иногда Варнашама понимается, как просто вот какие-то сельхозхозяйства и все на этом ограничено. Но сельское хозяйство обозначает, что в этой схеме будут задействованы только грехастхи и байши. Как насчет Саняси, как насчет Брахмачарьев, Банапраст, Браманов, Кшатриев. То есть, мы можем понять, что полное обидение Варнашамы это все общество в целом, а не просто простите, колхоз. Что это немного большее обидение. Шила Бравапада конечно хотел, чтобы преданные жили на земле, но это только часть картины. Вот. И он очень четко говорит в своих книгах, что он хотел, чтобы преданные учились быть браманами и играли брахманические роли в обществе. То есть, мы можем видеть, что брахманические роли в обществе есть. Например, преподаватели, коучи, консультанты, очень много брахманических ролей, но они основаны на материальном ибо это не что-то вот такое экзотическое придумать, что вообще не существует. Наш принцип это добавить Кришну. То есть, вот когда преданные будут духовными преподавателями, когда они будут духовными консультантами, когда они будут духовными коучами, менторами и так далее, что вот они покажут силу духовной технологии в практической сфере, вот тогда действительно мы сможем сделать то, что хотел Браупада, что мы реально поможем людям понять вот эту духовную основу всего и действовать не так, как они хотят, а в соответствии с волей Верховного Господа, прежде всего применение к ним самим. То есть, что каждый найдет свое предназначение и свяжет это предназначение со служением Богу, что принесет не просто какое-то временное, а вечное благо всем. Вот, я вижу вот профессиональной подготовки, реальное решение всех наших проблем и внутренних, и внешних, и во внешнем мире. так. Спасибо. Гастей Макараш, поднимай руку, пожалуйста. Добавить относительно этого вопроса, который задала Мали Камала, вернее, озвучила Мали Камала, что же такое единство и как его понимать и как его реализовать на практике. Единство это, конечно же, понимание того, что другой человек тоже Кришны хочет, что у него тоже есть сознание Кришны. На мой взгляд, это очень сложно признать, что у другого человека есть сознание Кришны, есть желание духовное, есть духовные устремления. Порой бывает очень сложно легче объявить человека демонам, еретиком, отступником, кем угодно, чем действительно почувствовать его вот эту вот живую душу, которую тоже Кришны хочет. И поэтому очень много говорили, когда говорили о каких-то конкретных методах, то говорили о слушании, потому что слушание это способ соприкоснуться с душой человека и почувствовать, что он того же самого хочет, что я. Он немножко по-другому думает об этом, немножко по-другому выражает об этом, у него какая-то своя там ситуация жизненная, но на самом деле он в Кришне хочет, и он тоже хочет его полюбить, даже если он не знает, что он хочет в Кришне. То есть как бы соприкоснуться с чем-то глубинным, потому что мы отличаемся на внешнем уровне, на внешнем уровне много разных различий, но они внешние, на глубинном уровне есть это единство, и для него надо докопаться, и для этого надо отложить отличия и почувствовать, как в этих словах, которые может быть очень разные, может быть ранней, больные. На самом деле та же самая эмоция, которая есть у меня и которая есть у близких и дорогих мне людей, она тоже звучит, и тогда можно действительно почувствовать это единство, и на уровне этого единства уже взаимодействовать с человеком, не обращая внимания на отличие. Вернее, принимая их растет, но не делая их преградой между нами. То есть слушание и понимание того, что на глубинном уровне мы едим их, все хотим Кришни, все хотим любви. Спасибо большое, Дархай Махарадзе. Тут как раз вам есть такое, после ваших слов родился еще один вопрос, и это тоже целая группа вопросов, она связана скорее к довериям. После слов Бхакти Вигена Гасвай Махараджа, почему же тогда искон старший не принимает инакомыслящих, точнее их индивидуального различия? Слава Богу, учитель принимает, а системы нет, причем очевиден страх системы, что делать? В этом же контексте вопрос. Вы говорите об изначальном единстве в Господе. Есть ли оно в искон, может ли GBC показать пример единства и коллегиальности? Не в этом ли проблемы нашего движения? Не рано ли к другим религиям? И еще разные другие такого же типа вопросы по поводу того, что мы не видим единства старших, и мы не можем видеть это болезненное действие. Это как раз то, что я хотел сказать. Единство это труд, это не какая-то константа или догма, мы все едины. Если мы попытаемся единство утверждать как некую догму, то тогда действительно мы будем охотиться за ведьмами, за инакомыслящими и изгонять всех, кто мешает этому единству, этой голубой мечте любого диктатора авторитарного, что все одинаковые, все мыслят одинаковые, все одинаковыми шаблонами говорят и одинаковыми китайскими болванчиками кивают головами и так далее. Единство это не догма, не константа, а это динамические процессы, это труд. И что касается GBC, то я провел 21 год в GBC и я знаю сколько труда эти старшие преданные в основном ученики силы праупады, но уже не только затрачивают для того, чтобы действительно это единство обрести, услышать друг друга. И это непростой труд. Оно есть. Если бы его не было, то искон давно бы уже развалился. И именно благодаря тому, что в GBC люди искренне пытаются услышать друг друга, понять друг друга и делают ошибки, как все немножечко там, я не знаю, заблуждаются, пытаются исправить, но искренне стараются почувствовать и узнать друг друга и понять друг друга. Только благодаря искон существует. Бхактичару Махараджи очень часто об этом говорит. И искон существует при всех недостатках, которые есть, о которых нужно открыто и смело говорить. Он существует только благодаря тому, что есть GBC и в GBC люди уважают друг друга, сотрудничают друг с другом, стараются понять друг друга и хотя или пускают какие-то ошибки, но все равно остаются вместе и продолжают вместе шилы по упаду. И что касается старших преданных, то же самое. Труд. Готовы ли мы потратить свои силы, свое время на то, чтобы действительно на глубинном уровне понять друг друга, почувствовать друг друга и понять, как на этом глубоком уровне мы все едины, все хотим одного и того же, или мы готовы пойти по легкому пути. Я сам знаю истину, как сказал Саду Махарадь, я прав, все остальные, единство, это значит, все должны быть едины со мной. Но естественно, очень часто соблазн не совершить этот труд или даже подвиг, он есть у всех. Мы все люди, мы все ошибаемся, у нас у всех есть соблазн. Вот есть я, и есть люди, которые я создал своей проповедью, вот я буду с ними единым, а все остальные мне неинтересны. Такая тенденция есть, но именно благодаря тому, что Шилл Павпад утвердил, этот приоритет сотрудничества искон по-прежнему существует и GBC зримое проявление этого принципа, помимо всех остальных проявлений, которые у нас есть. Спасибо большое. Я тоже хочу это подтвердить, то, что сказал Господин Махараш, я тоже участвую на собрании GBC. Это не просто усилие быть вместе, это сверх усилие, это на самом деле великий труд. То есть это вызывает глубокое уважение, когда мы видим вот такую жертву со стороны преданных, а материальный мир и духовная жизнь представляют некий конфликт материи и духа. Единство не означает, что все идеально, в этом мире не может быть идеально, при всех наших попытках проблемы есть, и Прупада в этом случае всегда говорил, таков материальный мир, это природный материальный мир, он конфликтует с духовным миром. Как, например, Арджуна, любимый внук Пишмадевы, Пишмадев, любимый дед Арджуны, и Арджуна должен убить Пишму на поле битвы к Рукшетре, он должен это делать с позиции долга, вот это вот таков материальный мир, при этом их единство сохраняется, даже когда они сражаются, и когда Пишмадев падает сраженным, их единство духа, их любовь остается, это вот боль Махабхараты, который показывает, поэтому когда вы говорите о ЛГБС, об организации, вот тут как раз смешиваются, сталкиваются две вот эти стихи, материя и дух, и здесь требуется только при помощи великой жертвы можно поддерживать это единство, это не игрушки, конечно же, поэтому когда мы говорим о единстве, мы не просто упражняемся сейчас философски, мы хотим действительно дойти до какой-то сути, чтобы нашли в себе силы мы с вами создать такое единство, такую мощь, такие примеры после себя оставить. Вот о чем сейчас для ЛГБС, как я понимаю. Да, еще пару слов в догонку к этому. На самом деле, чтобы оценить реально, что происходит там, на GBC собираются лидеры, люди, у которых есть огромное количество последователей, которые могут себя чувствовать абсолютно комфортно, в кругу этих последователей, чье каждое слово воспринимается ими как закон, они собираются вместе, чтобы слушать друг друга, чтобы вместе решать, чтобы не соглашаться друг с другом, чтобы соглашаться друг с другом и так далее. То есть очень легко было бы разбежаться в разные стороны, но ради силы правопада, ради этого высшего принципа, они собираются вместе, и на протяжении многих лет их отношения становятся глубже и глубже и глубже и я очень счастлив, вчера на одной из наших встреч сказал, что до того, как я стал членом GBC, у меня тоже было много разных странных представлений о том, что там происходит, но когда я увидел, что там происходит, на самом деле, я очень сильно оценил это, и мне тоже очень жалко, что часто у преданных возникают какие-то благодаря также каким-то странным слухам и так далее искаженные представления, это действительно реально труд и я бы даже сказал подвиг любви, который можно видеть зримо. Я еще хочу добавить к этому, чтобы может быть сложится некая иллюзия, что мы просто защищаем GBC и все на этом. Я бы не хотел, чтобы выглядело просто как бы наше пристрастие к GBC. Я хочу сказать, о чем мы говорим, сказал Сэм Махаражем, что мы находимся в определенном этапе развития. Я не говорю, что GBC совершенно работает, искон совершенно работает, что кто-то совершенно работает, я или кто-то из нас совершенно работает. Нет, мы хорошо знаем, что мы работаем еще не совершенно. Мы пытаемся служить Кришне, искренне пытаемся, мы вместе это делаем. И давайте мы будем развивать эти этапы, шагать дальше, отступать это будет малодушно, просто увидев недостатки где-то. Это малодушие. Не сворачивайтесь с этого пути, оставайтесь в преданном служении, вот важно. Тот святой говорится, тот чистый преданный, кто увидит в вайшнаве, который имеет недостатки, увидит садху. Вот это и есть вайшнав. Кешу, Макараш, поднял руку. Спасибо большое. Я вот продолжение этой темы, во-первых, хочу сказать, что меня так довелось, что я три года наблюдал за тем, как работает GBC, тоже у меня были до этого разные представления, но попав именно как наблюдатель туда и посмотрев, что там происходит, я увидел, что на самом деле между членами GBC есть вот это глубокое единство, их преданность Шилапрупады, это то, что их всех объединяло, преданность Кришне, между ними взаимоотношения, хотя на собраниях могут быть разные точки зрения, но разные точки зрения не означает, что между ними нет единства, то есть единство это нечто другое, это не разница во мнениях. Вот когда с другой стороны наблюдаем, например, спор там двух преданных каких-то старших, и нам кажется, ну вот, даже между духовными людьми нет единства, то есть мы оцениваем по этому, потому что у них какие-то разные взгляды на какой-то один предмет, то есть мы не уважаем различия, другими словами, и отсюда делаем выводы, то есть это как раз некое наше умственное представление, но по факту, вот что я как бы почувствовал там среди членов GBC, я видел, как они потом садились за один стол и очень как бы с большой любовью общались друг с другом, несмотря на то, что до этого у них был такой горячий может быть какое-то обсуждение какой-то темы, то есть я увидел, что там как раз есть единство, но есть и различия, которые и помогают как раз достижение какого-то сбалансированного видения, вот, и в моем сердце возникло вот это ощущение, что иском в надежных руках, на самом деле, это мое было тогда чувство такое, вот хочу так, со стороны как бы сказать, и вот исходя из этого, как раз, да, как раз хочется вот добавить, что вот то, о чем я говорил как раз вот эта технология Шиша-Панишац, отказываться от своего как бы оценочного восприятия, вот я со стороны что-то увидел и у меня сразу возникает свои какие-то представления, реакция своя, то есть я не удосуживаюсь пойти и обсудить, а что происходит вообще, то есть как бы не пытаюсь истину найти, а я как бы привязываюсь к своим суждениям и из этого делаю какие-то выводы, еще начинаю их распространять, вот это вот вещь, которая разрушает наше общество и если мы это не преодолеем, то у нас будет по-прежнему будет какие-то сложности, ну вот хотелось я позволю тебе маленькое откровение по поводу GBC, еще одну иллюстрацию, как бы я очень благодарен за то, что я сейчас слышу от Кеши Махараджи также, просто мне хочется, чтобы было более понятным то, о чем мы говорим сейчас, приятно слушают нас разные и кто-то понимает философию хорошо, любит кто-то простые какие-то фразы ожидает от нас и примеры, это мое маленькое откровение хочу добавить к тому, что я услышал как иллюстрацию, мне не нравился один GBC, мягко говоря, не нравится, как он себя ведет, как он говорит, я думаю, в каждую бочку затычка вообще, и тут есть преданные, более авторитетные, и я на той почве, что я ему тоже не очень нравился, я так чувствовал, по его взгляду на меня, у нас вот были такие, ну у меня было такое, на уровне ума уже отношения сложились какие-то, хотя я с ним не разговаривал, он англоязычный, а я русскоязычный, я там с переводчиком сижу вообще, вот, и вот несколько лет вот я так себе это сдерживал, естественно, как опытный, преданный, нейтралитет, дружеское расположение внешне, улыбаюсь, а внутри хожу с этими мыслями, а сам думаю, ну как-то странно все это, я же понимаю, двойственность такая, и вот в прошлом году, по-моему, когда мы пошли в столовую на обед все GBC, вот, не было места мне, место свободное было только напротив вот этого GBC, прямо лицом к лицу, я еще стоял с этим подосом, крутился, как будто бы не видел этого места, может, все-таки найду другое место где-то в другом, хоть на пол куда-нибудь сяду, только не здесь вообще, а он говорит, пожалуйста, пожалуйста, это свободное место, присаживайся сюда, ну все, я влип, в общем, сел, думаю, ну все, у меня кусок горла не лезет, и вы знаете, он хотел со мной познакомиться, я стал рассказать о себе за обедом, он рассказал о себе, в конце мое сердце обливалось слезами, и у него тоже, мы это чувствовали, он меня благодарил, я его благодарил, у нас был экстаз, потому что мы говорили о господи, читаем, я подумал, как удивительно, как удивительно, это духовная жизнь вообще, как это, ну совершенно разные люди, на материальном, ну невозможно было бы, да, а ведь любовь есть, смотрите, вот в каждом человеке есть любовь, это удивительно, ну конечно, это был очень опытный, преданный, это был очень преданный, не ровнее мне, я вот этому очень сильно научился, и с тех пор, смотрите, еще одна фраза была, одна фраза была прямо на издании GBC, кто-то из GBC однажды сказал, когда были острые какие-то там, полемики бывают, он сказал громко, мы даже в мыслях не должны плохо думать друг о друге, я это помню, как будто мне кто-то, знаете, зарубку сделал просто, как хорошо сказано, мы даже в мыслях не должны плохо думать друг о друге, вот это общество вайшнавы, это слепым и глухим к недостаткам, научиться видеть садху, вот так мы видим душу, вот это и есть то и самое единственное, что мы ищем в душе там, снаружи всякие материальные вещи, перемешиваются индивидуальность, индивидуализм, плюсы и минусы, а вот там, там есть ценность, вот мы до нее добраться должны, до своей ценности, до той ценности, с которой мы общаемся, вот такая картинка, пожалуйста, спасибо большое, я с огромной радостью слушаю то, что сейчас происходит, у меня возникло побуждение одну вещь сказать, это касается не темы GBC, это касается самого принципа наших отношений друг с другом, Дело в том, что вот мой опыт говорит о том, что единство без стремления идти в некую трансформацию невозможно, то есть мы можем принимать отличие другого человека, отличие самого себя, но это как бы хорошо, но для того, чтобы достичь единства, мы как бы вступаем в совместную деятельность, в какой-то диалог, и при этом мы должны не просто почувствовать различие, а у нас должно быть желание вместе идти к какому-то преображению, и при этом очень интересный момент, что вот почему люди боятся этого, потому что ты как бы вот не понимаешь тот момент, когда ты можешь отказаться от самого себя, например, от каких-то своих желаний в этом диалоге, да, или в этих отношениях, отказаться и раствориться как бы в желаниях другого человека или в его мнении, и либо наоборот, ты боишься того, что ты принесешь, сделаешь какое-то насилие на другом человеке, по отношению к другому, навязав ему свое мнение или какое-то свое желание, и поэтому вот тут вот находится вот этот момент, что люди, они не могут им трудно достигать единства, даже если они ну как бы понимают различия, потому что они не владеют вот этим способом совместной трансформации, и вот для того, чтобы пройти, вот войти в это единство, есть только один, в общем-то, только один путь, когда благодаря своей духовной садане, благодаря вот ощущению присутствия Кришны в сердце, когда ты говоришь другим человеком, когда ты слушаешь другого человека, ты как бы, ты как бы третий присутствует, то есть Кришна есть, вот в этот момент в твоем сердце есть молитвенный настрой, и тогда ты начинаешь чувствовать вот этот путь трансформации, где ты должен как бы вот сделать какие-то шаги, потому что Кришна их как бы санкционирует из сердца, и вот тогда начинается взаимное движение, не просто, ну как бы, сближение друг к другу, а некая совместная трансформация, и вот тут вот находится источник счастья, не тогда, когда ты просто понимаешь другого человека, его отличия, на самом деле, это просто материальное отличие, оно не имеет отношения ни к расе, ни к подлинной индивидуальности человека, но вот когда идет совместная трансформация, тогда на самом деле и проявляется наша истинная индивидуальность, то есть она невозможна без отказа от материальной индивидуальности, по сути дела, то есть проявление своей собственной личности, она невозможна без той трансформации, которую ты проходишь вместе с другим человеком. и вот это вот ключевой момент, почему люди, которые, вот, которые достигают единства, это те самые люди, которые, собственно говоря, они признают вот это чудо, вот, как бы, движение в потоке воли Господа, да, и это вот почувствовать можно только вместе с другими людьми, которые отличаются от тебя. Вот я хочу просто всех преданных вот попросить как бы об этом смотреть вот в эту сакральную сторону, чтобы без вот этого желания вместе с другими искать этой вот трансформации в сознании Кришны, вы, ну, как бы, преданные, вот здесь вот помощи Господа мы и должны пользоваться, вот здесь вот Кришна хочет, чтобы мы, ну, как бы, помнили о нем и, ну, как бы, шли вместе с ним в это пространство. То есть это творчество определенное, это определенное чудо, это определенное открытие как бы себя самого другим, нежели ты был вне этих отношений. Собственно, в этом вся затея, как я это понимаю. Затея вот этих отношений, всего остального, что мы делаем. То есть а иначе, а иначе, если у нас нет желания совместной трансформации, мы просто будем движены политикой компромиссов, это будет ложное единство. временное, оно не будет настоящим духовным единством. Это то, что я хотел сказать. Спасибо большое. А читатную правду хотел сказать. Да, Харикишна, хотел вернуться. У меня впечатлила идея господи Махараджи, когда он на первом круге, если так можно сказать, эту мысль озвучивал. Я хотел поделиться мне вот это разнообразие, да, и мне представилась в уме пестрая картина духовного мира, поскольку на самом деле то, что мы описываем, конечно, это атмосфера Галоти Вриндавана, атмосфера. Там такое пестрое разнообразие, да, вы не можете выглянуть в окно и увидеть желтых коров, например, идущих. Есть у вас желтые коровы, или разноцветных мальчиков, пастушков, то есть, что разнообразие духовного мира, естественно, превосходит неописуемое количество раз, трудно вообще вообразить это разнообразие этого скучного блекула. Сразу блекнет этот материальный мир, когда я читаю о желтых коровах, я вообще не понимаю, что происходит. И в то же самое время мы видим, да, вот это единственное, что каждый теленочек, каждая травинка, там, я не знаю, каждый баклажанчик, все хотят утворить Кришну, то есть, мы все это читали, мы все это знаем, понимаем, но, когда мы спускаемся на наш уровень, вот, есть определенный, там просто был вопрос, Маликамала задала, какие практичные советы, да, Ачарин нам объясняет, есть вайшнавский этикет, например, да, вот как, прекрасно, читай, спасибо за историю огромную, вот, которую поделились, рассказали про этого, а GBC, я теперь буду думать, кто этот человек, я шучу, вот, что есть определенный, все равно вайшнавский этикет, и какие бы у нас вещи бы ни происходили, буря, эмоции внутри, мы все равно действуем в правилах ашнавского этикета, которые нам оставят наши ачарии, вот, и мой посыл, на самом деле, я хотел бы сказать, что, ну, каждый может сам себя спросить, не смотреть там, а что там старший предатель, а я что делаю для того, чтобы было это единство, вот, я на своем месте, в таком-то городе живу, в таком-то положении, что вот делаю я, почему я это говорю, потому что в какой-то момент надо убрать розовые очки относительно идеалов из материальном мире любой организации, да, то есть, вот, когда Эскон вот болтала, да, в России, 98-й год особенно, да, как-то раз так болтнуло на каком-то повороте, у меня так раз, очки розовые, они уху, слетели, вот, и я увидел все по-другому, что, ну, Шопрупада говорит, что это, конечно, Исконное посольство в Духовный мир, но это также и больница, он говорит о больнице, там, ну, естественно, я когда иду в больницу, я не ожидаю там, увидеть идеал какой-то, вот, поэтому вот эти, когда уходят вещи, и каждый может начинать себя спрашивать, я что делаю, чтобы помогать, чтобы этот корабль не шатало, да, чтобы его, чтобы он шел ровно в каком-то правильном курсе, вот, такой мой посыл тоже, вот, чтобы мы задумывались, не смотрели все время, что кто-то это все сделает, за нас единство, ну, хорошо, здесь вот 8 человек, они могут договориться между собой, как говорит Нейтай Читани, Махараш, глубоко симпатичные друг другу люди, вот, да, но это же должно быть у вас на местах, где мы там живем, то есть, вот, поэтому, мне кажется, каждый должен задумываться над этим, не только смотреть куда-то там, что где происходит. Сагра Махараш, а потом Али Камала озвучит, наверное, серию вопросов каких-то там, группу какую-то, да, чтобы мы слышали тоже обратную связь. Сагра Махараш, пожалуйста. Спасибо. Ачетат Мабрабу напомнил мне одну цитату, которую один из моих друзей любит цитировать, Патрия Брабу. Штормит, тошнит, оплыть-то надо, раздеваться нам все равно некуда. Я хотел небольшую предложить творческую паузу философскому обсуждению, но это очень даже в тему. Был такой величайший байшнаф, который вообще пришел из мусульманской традиции, суфиев, но он попал во Вриндаван, он просто влюбился в Кришну и остался жить во Вриндаване до конца жизни, поклоняясь Кришне, и в конце все Браджабаси так его полюбили, что сделали ему самадхи в Гакуле. Вот, это Расакхан, такой поэт. И вот он написал одно гениальнейшее произведение, точнее, у него было много гениальных стихов, но вот один из них, он как раз-таки к тему жизни без конфликта и важности слушания. Называется это стихотворение «Поклонение без усилий». «Внимая всем, ни с кем не говори, так только в этом мире и живи. Об этом искренне и практике духовной следуй, они тебя перенесут сквозь тебя. Приветствуй всех и избегай дурного нрава, всегда пребудь в сиянии общества байшнавов. И умолвил Расакхан Гавинди, «Поклоняйся так, как женщина с деревни несет на голове кувшин с водой, легко сосредоточена и без усилий». Здесь, мне кажется, весь путь вообще прослежен от саданы саданы до рогануги и бхакти, бхавы и према-бхакти. Вот, в нескольких строчках. Все, что я хотел сказать. Спасибо огромное. Малька Мала, пожалуйста, вопросы. Не слышно. Звук. Очень преданные откликаются на все то, что сейчас происходит на встрече. Пишут, что спасибо большое Читан Чандричарану про Будояркий пример. Есть большая необходимость в искренности личной духовной жизни старше преданных. Тимур пишет для Рипов, такие мощные у нас лидеры все-таки. Отличный пример единства сегодняшней семинарной, в котором махарадо вещает совместно. И дальше идут вопросы. В наше время религии разъединяют людей. Как перестать быть просто религиозным человеком? Следующее. Совместная трансформация это очень интересно. А можно немного углубиться? С чего начинать? Какие проблемы могут возникнуть? Сейчас сложный переломный период в России. И участвовать в становлении новой обновленной России. Или мы должны стоять в стороне от событий и молиться за исход этой битвы? То есть как вести себя в новое время и как перестать быть просто религиозным человеком? Хорошо. Пока остановимся. Саду Махарадж, пожалуйста, начинай. Архи Кришна, спасибо большое. Читань Чандра, Чаран Прабу. Я вижу ситуацию таким образом, что мы все знаем, согласно нашей традиции, что мы находимся на пороге Сатя-юги, то есть Золотого века или века духовности. И, безусловно, войти в это новое время означает пройти некоторые жесткие экзамены. И основной системный переход, который мы все сейчас испытываем, это переход от концепции власти, то есть когда мы бессознательно просто живем и за нас должны решать какие-то большие люди, лидеры к пониманию жизни как совместной ответственности за то, что будет завтра. То есть это системный принцип самоорганизации или когда мы создаем общины, когда мы создаем какие-то проекты, когда мы создаем какие-то живые инициативы, это происходит благодаря тому, что люди, которые в этом участвуют, они квалифицированы, взаимодействуют друг с другом таким образом, чтобы в центре были какие-то важные ценности, то есть Бог, так или иначе это Господь. Это собственно идеология карма-йоги в сознании Кришны, которую мы должны понимать и обучать других людей. И карма-йога она выходит за пределы религиозного чисто такого варианта, то есть мы все вместе можем служить Господу, понимая, что это общество, это его семья. Это собственно есть идеология карма-йоги. И даже если вы выполняете простую работу, вы можете выполнять ее объединяясь с другими и делая это духи совместного служения Господу. И это вот эта карма-йога в сознании Кришны, это будет новым центром цивилизации. То есть мы переходим сейчас от идеологии власти к идеологии самоуправления. И прежде чем, чтобы перейти от одного к другому, нужно две вещи. То есть первое, нужно пройти через серьезные испытания и понять ущербность вот этого эгоистического мировосприятия, когда мы ставим в центр себя свою религию, свое эго, свой пол или еще какую-то свою упадху, некое обозначение. То есть это ущербное мышление, оно сейчас ломается. вот и вот эта ущербность, она как бы не позволяет человеку, собственно говоря, сознательно взаимодействовать с другими. Вот поэтому первая вещь, мы должны пройти через серьезные испытания, мы через них сейчас прямо проходим. И вторая вещь, это учиться самоорганизации, то есть учиться, вот как мы сегодня с вами обсуждаем, вот этого единства, слушать других, находить точки соприкосновения, благодаря тому, что у нас богоцентрическое, то есть мы в молитвенном настроении это делаем, мы понимаем, что Господь нас связывает, мы находим общие точки соприкосновения, находя эти точки соприкосновения, уже вместе двигать, ну как бы создавать вот этого пространства варнашемы, то есть пространства, в котором люди разных природ, они будут сотрудничать друг с другом в том, что касается совместного служения Богу. Я сейчас говорю не про утопию какую, какую-то. Я сейчас говорю про реальную волю как бы Бога, потому что все остальные методы общежития, они себя исчерпали, то есть люди не могут больше так жить, как они жили. Что имеется в виду? Это имеется в виду отчуждение своей ответственности кому-то еще, какому-то дяде, который за вас все будет решать, это первый момент. Второй момент, это постоянная какие-то вот, постоянная безответственность в сфере отношений, когда вот эти сплетни, вы идете на поводу каких-то непроверенных слухов, вы не хотите самим человеком что-то прояснять, вы не хотите идти в сферу как бы вот этого богоцентризма, когда истина в центре находится, не наше мнение какие-то или интересы, а в центре находится истина, Кришна, привлекающая истина, да, то есть вот это это урок и для России, это урок и для Искона, это урок вообще для всех, потому что сейчас все проходят по одним и тем же сценариям, вот, переход в какое-то другое совершенно состояние, и для того, чтобы это произошло, мы должны быть подготовлены, то есть мы должны изучать вот эти технологии, которых Сагара Махарадж говорил, первый пункт программы Искона, то есть как с помощью духовного знания преодолевать вот эти перекосы, которые существуют в материальной природе, да, отчуждение вот этих вот, предхак бава вот этого, то есть как это делать, вот мы эту сейчас вещь должны очень глубоко и предметно изучать, вот, и тогда мы можем уже выйти на уровень мадли-мадхикари, то есть покинуть эту пракритобаву, то есть отождествление себя просто со своими какими-то концепциями религиозными, выйти на уровень мадли-мадхикари, где мы можем уже с невинных людей, ну, как бы, вдохновлять для того, чтобы объединяться в этой, ну, как бы, хотя бы на уровне карма-йоги в сознании Кришны, а с некоторыми из них в бхакти-йоги, ну, кто имеет уже необходимую сукрити, бхакти-сукрити, собственно, которые накапливаются в этой карма-йоги в сознании Кришны. То есть это некая программа, она реализуется, прямо сейчас она реализуется, но мы как бы отстали конкретно, то есть мы не успеваем за волей Господа, то есть Господь уже проявил свою волю, все рушится, все разламывается, а мы как бы, ну, пока не готовы, то есть мы пока вот только находимся вот в осмыслении вообще того, каков вызов как бы Кришны нам бросает. И очень хорошо, что мы в это вошли осмыслением сейчас. Поэтому мы здесь все и собрались сейчас. Не для того, чтобы поговорить, как бы, а просто, чтобы спланировать свое будущее исконно и вот нашего служения миру, да, Кришны, который нас окружает сейчас. Это его, как бы, царство, вот, которое находится в очень трудном положении. Поэтому вот у нас есть определенные задачи и преданных, и мы, нам нужно их решать. Это касается просто нашего будущего, просто как людей. Я уж не буду как преданных, но просто как людей даже элементарно. Вот. Вот таково мое понимание. Спасибо большое. Огромное спасибо. Я бы сейчас не хотел менять тему, я бы хотел, чтобы то, что ты сказал, было услышано еще глубже. Но я хочу поэтому кое-что продолжить вот в этом ключе. Потому что очень важно сейчас, что ты сказал, вот эта ответственность личная за самоосознание сейчас очень важна. Никто за нас это не сделает, ни правительство, никто. То есть мы сами, да, вот я абсолютно сейчас с этим согласен. Я тоже говорю об этом многим-многим людям, что сейчас другое время. Это не коммунистическая партия, не что-то другое. Сейчас мы должны сами решать свои вопросы, сами учиться, сами стремиться. И я могу сказать о трех категориях, чтобы проиллюстрировать несколько эту тему. Есть категория великих святых. Это пророки великие, их знают там в вечности, в они живут. Потому что они о вечных принципах говорили. они также пожертвовали свою жизнь ради этих принципов. Вот эти два фактора оставили этот след на вечно. Есть другая категория людей, которые не являются пророками, они, может быть, даже вообще не религиозные люди, но они сделали что-то для общества актуальное к тому времени, скажем. Движение освобождения какое-то организовали, революции, отдали тоже свои жизни. Они сильны тем, след остались, что они посвятили своей жизни и отдали своей жизни. Хотя, может быть, эта идея была тоже не очень возвышена, не до конца закончена, но они пожертвовали жизнью, поэтому тоже след оставили. А вся остальная масса людей, они не оставили никакого следа, потому что они сомневающиеся, они не посвящают свою жизнь ничему. Они знают все, и то слышали, и все слышали, это, веры меняют, информации меняют, профессии меняют, жен меняют, у них нет предания, поэтому неважно в конце концов, в какой религии человек, важно предание. Предание тем вечным принципом, который есть в той или иной религии. Мы же не говорим, что религии не должно быть, они как раз должны быть, но они будут работать в одном направлении, если есть предание, вот это самая ответственность, который сейчас вил Саду Махарадж. Я бы хотел, чтобы тоже эту тему дополнили, очень важная тема. Гасай Махарадж, пожалуйста, я вижу по лицу, тебе есть что сказать. это очень ну действительно очень такая больная вещь, потому что люди постоянно ждут, что мир изменится к лучшему, а ответственность это по сути дела готовность самому поменяться или сделать этот шаг в сторону трансформации к лучшему, который ожидается. Я не жду, когда кто-то за меня что-то решит. я сам иду туда, в эту сторону. Я понимаю, что все зависит от меня, не важно, что делают другие, делают они правильно, хорошо делают они неправильно, может, мне кажется, что они делают неправильно, но я сам принимаю ответственность. и когда ты говоришь о том, что даже если человек посвятил себя чему-то, но он посвятил себя чему-то, это лучше, даже если это может быть не совсем истинная вещь, то в этом действительно что-то есть. Кришна очень резко осуждает именно сомневающихся людей в 4 главе Бхагаваддита он говорит, что сомневающаяся душа она не найдет счастья ни там, ни тут. И ответственность действительно значит я никогда не думал об этом до этого, но на самом деле интересная вещь. Ответственность и вера они где-то как-то пересекаются вот в этой штуке в таком дискурсе. Ответственность значит я верю во что-то у меня есть идеал и я делаю что-то ради этого идеала и при этом я но одновременно с этим как сказал Саар Махарач до этого не настаиваю на своей правоте но готов трансформироваться вместе с другими. Не знаю большая тема но она действительно требует какого-то очень болезненное. Я вот что почувствовал у себя когда ты сказал насчет людей которые свою жизнь отдали я подумал а я вот готов действительно ну вот в полном смысле этого слова жизнь отдать вот или я все-таки предпочитаю где-то там в стороне чуть-чуть сомневаться и чуть-чуть себе приберегать эту жизнь есть у меня эта безоглядная вера или нету вот и на самом деле наверное каждый из нас когда речь об ответственности идет должен себе этот вопрос задать а есть ну да номинально мы все преданы номинально у нас у всех есть эти хорошие идеалы а вот действительно ли мы верим верим значит готовы отдать всю свою жизнь как как саду махар искала как ты сказал вот и первые преданные в россии я иногда поражаюсь этому феномену феномену они может быть немного знали у них книг почти не было там были какие-то обрывочные фразы но была какая-то совершенно потрясающая вера они действительно отдавали своей жизни и только благодаря этому сознание Кришны развивается от того что у них была это совершенно невероятная безоговорочная вера вот и конечно же это именно это путь к трансформации без этого трансформации не будет сомневающийся человек никогда не поменяется он всегда будет держаться за какое-то свое тепленькое место и бояться лишиться этого теплого места спасибо за эту тему я не знаю добавил я что-то или нет но то что болью это отозвалось это факт не знаю как у вас дорогие преды но у меня пробуждает сейчас любовь ко всему живому под вашим влиянием я сейчас чувствую трансформацию Саграмахараш тоже сейчас чувствую трансформацию поднял руку пожалуйста вот 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 тут то что честанчандра чаранбрабу говорил о предании и не только сознание кришна в любой религиозной традиции в любой духовной практике предание очень важно и естественно что да для того чтобы реально установить истинное единство всех людей и мир во всем мире у нас должно быть сотрудничество с другими традициями направлено на единую цель и вот тут вопросы я вот как бы слежу немножко за лентой комментариев вопросы по поводу как это сказать диссидентов в среде преданных то есть люди которые не согласны люди которые сказать объединились в одну группу и борются вообще совсем то есть они видят в организации ИСКОН организацию ИСКОН как вообще вселенское зло и лидеров как таких демонов и так далее и так далее пытаются это доказать всевозможными усилиями и тут решение простое на самом деле у этих не хватает общения то есть вот они таким уродливым своим поведением просто настаивают на том чтобы с ними пообщались чтобы как-то выслушали и естественно для того чтобы вот ну с такой категорией общаться чтобы такую категорию выслушивать нужно иметь профессиональную подготовку нужно так сказать ну чтобы их эмоции и какие-то их их агрессия она не сбивала с толку тех кто этим будет заниматься но вот я думаю что нам очень важно и ну прежде всего это конечно вот к лидерам России организовать группу таких преданных которые будут готовы с ними общаться и помогать им найти себя все-таки то есть как бы интегрировать их направить их энергию которая сейчас деструктивная в конструктивное русло то есть они очень хотят принять ответственность но сейчас явно что они своим поведением всех отталкивают но можно было бы по крайней мере профессионально пообщаться с ними предложить им варианты то есть если они примут эти варианты хорошо если не примут но это будет уже их выбор по крайней мере они уже больше не будут кричать и требовать диалога который уже состоялся это мои мысли такие хорошее предложение спасибо огромное это практическая очень важная вещь которую конечно надо делать если мы хотим развивать наше общество несомненно нужно защитить общество со всех сторон позаботиться о разных категориях людей с разными рода как бы ну проблемами согласия не согласия нужно конечно же держать во внимание наше движение быть внимательными у нас сейчас чтобы он начинал описывать вот эту преданность и господи махараш говорила сомнениях и на самом деле Шрива Бхакти Сидан Старасвати как раз отмечал в этом мире в принципе все есть не хватает тут именно сознания кришны все может преобразоваться и выход один то есть выход один по-настоящему стать сознающими кришну чтобы вот эта вера эта преданность да эта шратха она росла росла иначе это все будет искусственные вещи кто-то взял какую-то ответственность сломался ушел потом ну давайте в топку бросим еще какие-то вещи происходят мы видим я извиняюсь на примере Бхакти Врилькш люди берут ответственность потом им тяжело становится расходят вот и потому что нет фундамента вот этой нет веры вера в Бога не растет мы на какие-то внешние вещи обращаем и это также я согласен что Саду Махараш сказал но если это будет естественное сознание Кришна будет естественно чем делиться с людьми естественно мы станем миротворцами если мир хотя бы своим сознанием миротворение обретем поэтому я бы хотел может быть ну моя идея чтобы люди преданные серьезнее относились к повторению святого имени но для меня это не пустые слова не просто какие-то пропагандистские лозунги там читайте книги правопады повторять мантру нет это реально выход из сложившихся тупиковых всех ситуаций все ситуации тупиковые и когда вера будет расти опыт реальный духовный человек будет преданность святому имени прежде всего нужно развить и человек будет получать реальный опыт и он будет понимать что доброта это не просто слова например освобождение это тоже не просто можно много говорить об освобождении быть освобожденным разные вещи оказались поэтому вновь если мы хотим что-то миру донести и сделать что-то там хорошее в разных жизненных ситуациях необходимо конечно вновь вернуться к пониманию как вырваться из намоаппарат вот это вот вещь которой я от себя хотел бы поделиться что над этим каждый если будет работать очень серьезно весь процесс в адисаддаме бхакти весь процесс и святоимя прежде всего да не только бхакти-врикши дают плохой пример кто угодно может плохой пример у меня это ярко было потому что там много начинающих людей они быстрее ломаются старшие преданные они немножко мудрее становятся не взваливают может больше ответственности чем способны переварить а молодой преданный в порыве энтузиазма может навалить на себя ответственности старший не присмотрел не увидел это люди веры нету ответственность есть преданности нету а уже что-то делать надо происходит измотка поддержать бхакти-врикши надо ты руку поднимал по-моему да я поднимал да да вот сейчас ты скажешь а потом я бы хотел чтобы он поделился тем что он чувствует он в глубокой медитации это находится давно уже там что-то ценное есть у него сейчас Гаса Махарач пожалуйста я просто хотел обратить внимание на одну очень важную глубокую мысль которую Саду Махарач высказал о том что моя ответственность в отношении с другими людьми заключается в том чтобы не просто слепо принимать какие-то слухи которые повсюду уходят а именно в том чтобы попытаться с ними конкретно эту вещь выяснить потому что очень часто мы безответственность значит по сути дела действия на уровне каких-то подсознательных программ и все это вся эта чушь или грязь которая в нашем подсознании есть она сейчас витает повсюду а ответственность это деятельность на уровне разума когда я принимаю ответственность за свои собственные поступки и это конечно очень очень важная мысль спасибо большое что ну вот моя ответственность не просто да что-то я там слышал но если я действительно меня это интересует я не понимаю это как истину а я пытаюсь выяснить это вступив в отношения с человеком не боясь вступить и не боясь того что это заставит меня поменяться вот если мы будем таким образом поступать то я думаю что то самое единство не искусственное а такое настоящее глубокое оно будет потихоньку формироваться а все вот эти вот оскорбления и какая-то чушь которая плавает они перестанут влиять на нас то есть по сути дела тоже интересный момент ответственность это способность действовать на уровне сознания на уровне разума а не на уровне подсознания какого-то спасибо большое а ты можешь перевести слово чушь на санскрит я поставил в тупик наверное могу но не сразу ну подумай я бы хотел да я знаю что ты знаешь санскрит не так хорошо чтобы переводить сочные русские слова на санскрит ну да подождем да а существо прабу ты можешь сейчас просто сказать что ты чувствуешь сейчас можешь в тему можешь просто сказать что ты чувствуешь сейчас это вообще или пожалуйста спасибо я действительно очень внимательно слушаю и факт есть что послушать ну мне не хотелось говорить конечно но я поделюсь да вот чувствами я поделюсь я слышу что мы очень быстро продвигаемся в нашем диалоге вот прямо от выступления к выступлению буквально больше больше раскрываются связующие процессы которые мы говорим это вот я увлечен очень сильно я могу даже сказать что я услышал я услышал четыре стадии вот я не знаю подтвердить или нет четыре стадии вот этого процесса связующего процесса бахти вот он буквально раскрылся вот первый шаг вот этого процесса это сам контакт от сердца к сердцу если мы услышали сердце другого человека экстаз вдохновение и да может показать что на этом уровне как бы уже нет различий первый этап но вот спасибо большое господин махараджи он тут важную корректировку внес но как только вот этот контакт осуществляется вот следующим же шагом это я бы поставил как бы шаг номер два различия преданных вот в среде бахти становится очень важным потому что именно благодаря различиям это бахти из мгновения может продлиться минуту два и в конце концов совместную жизнь именно благодаря различиям осуществляется любовный обмен и бахти удерживается если мы различия не учли то бахти как на момент появилась так она и уходит очень быстро поэтому это была очень важная корректировка но дальше мы пошли еще дальше саду махараджи мои вам дандаваты вы заговорили о трансформации мне кажется это вот третий шаг связующего процесса что когда мы утвердились в обмене различиями вот то как мы можем друг друга дополнить мы начинаем переживать более глубокий процесс уже внутренней трансформации как вы сказали индивидуальности но не материальной индивидуальности а вот именно вот то что касается похоже нашей духовной сущности извиняюсь за громкое громкое слово может даже духовного тела нашего какого-то рождающегося и вот если эта трансформация происходит мы начинаем действительно очень дорожить друг другом вот возникает вот эта любовь о которой сейчас читаем праву делится вот прямо любовь чувствуем благодаря этой трансформации мы чувствуем что мы высвобождаемся от этих внешних различий вообще мы выходим на духовный план причем активной фазе мы там не сидим на этом духовном плане а живем мы изменяемся мы трансформируемся и вот ради этого четвертый этап о чем Гасвай Махараш говорит вот за это можно жизнь отдать мне кажется что если эта трансформация состоялась вот этот вкус вот там ничего не страшно вот там можно предаться уже на высших уровнях Шаранагати то что называется атманик Шепа да вот когда ради того что хочет Кришна ты готов пожертвовать всеми своими глупыми желаниями ты хочешь просто то что хочет Кришна и ты видишь этого Кришну вот в этих предных с которым тебя связала Бхакти по своей милости вот представляете у нас уже четыре этапа целый процесс проявился вот я всем благодарен в полном экстазе хочу только слушать и не хочу говорить извините это сильно прозвучало отдать жизнь отдать жизнь это сильно прозвучало я бы хотел чтобы Кеша Махараш как бы к этой теме сейчас подключился пожалуйста спасибо большое я у меня тоже запустились определенные размышления и я вспомнил одну фразу в свое время когда Саду Махараш на одной из лекций обронил это то есть мы как бы привыкли верить во что-то но не доверять Богу вот и вот этап который сейчас похоже у нас это переход из сферы просто каких-то убеждений которые у нас есть в сферу живого ну как бы вот сферу идти вот в эту сферу отношений с другими вот в сферу доверия Богу что ли да вот это наверное то что отличало как раз первых советских преданных наших что они как бы не просто верили в какие-то догмы они вот буквально как бы ну жили они доверяли Господу они предавались Ему вот и вот нам сейчас тоже важно вот в этой сфере наших взаимоотношений с преданными как бы выйти из вот этой зоны комфорта своего то есть из каких-то наезженных уже привычных форм установленных форм взаимодействия друг с другом и пойти навстречу друг другу вот доверить просто Господу чтобы он как-то устроил наш как бы другой более глубинный контакт вот вот такие мысли у меня и это наверное отдать свою жизнь будет как бы не просто как бы вот держать свою жизнь отдельно и как бы там чуть-чуть взаимодействовать а вот пойти действительно быть готовым что-то изменить в себе тоже это такой вызов на самом деле серьезный здорово 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 это здорово что нужно это делать да любое правило ведические добавляет сюда вот это правило делать это все что мы написали пункт и всегда добавить нужно последний пункт делать это из этого не работают никакие выработанные правила это главный пункт вернемся к слову чушь к своему харач я нашел в третьей песне мати значит мое мнение от браста значит потерянное запутанное испорченное когда когда у человека есть это браста мати так что благодаря тебе мы обогатились по слогам произнеси мне нужно запомнить по слогам браста 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 мати 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 это разум мати разум или мнение мнение а браста браста значит испорченное потерянное запутанное ну в общем браста мати в общем чушь собачья так переводится браста мати между собой так будем выражаться нецензурно запоминаем все браста мати если что-то услышим браста мати скажем ну дальше культурно на санскринке марикамала сейчас твой выход пожалуйста давай обратную связь кришна дорогие преданные очень удивительный действительно процесс происходит очень глубокий и я думаю каждый преданный ощущает это на себе и это естественным образом как раз таки переходит в сферу ответственности и вопросы они об этом же начинаются как научиться Алексей пишет как научиться принимать ответственность если психика отказывается это делать далее в чем конкретно в каких действиях должна проявляться наша личная ответственность достаточно ли просто мне ответственно развивать себя или я же должен предпринимать шаги к трансформации окружающего мира страны например то есть преданные вопрошают об ответственности и что им делать вопросы кто виноват стали меньше вопросы перешли что делать можно я сейчас пару слов скажу на эту тему сразу у меня отклик появился мы можем говорить очень возвышенные вещи и слушать тоже их возвышенные вещи и нам захочется сразу что-то серьезное воплотить в жизни сразу скажем посадить большое дерево но как правило большое дерево с большим трудом приживается то есть не рекомендовано господчитание говорит семечко сначала посадите пожалуйста не делайте сразу какие-то такие большие шаги в духовной жизни большие шаги в ответственности также процесс постепенный шанай шанай это в шестой главе бхагавадгиты говорится о йоге что нужно очень постепенно шаг за шагом войти в состояние транса медленно резко нельзя это чревато последствиями то есть вот эти вот резкие шаги они могут быть препятствием делать невозможные вещи это как не яма а гроха то есть некое препятствие нужно делать посильные возможные вещи шаг за шагом и хорошо и хорошо себя можно чувствовать быть счастливым и шаг за шагом продвигаться и постепенно мы сможем из этих маленьких вещей сделать большую вещь вот поэтому не печать если сейчас вы не можете сразу при небольшой ответственность например ну там что-то не можете это не проблема 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 в другом проблема в том что мы должны быть последовательными вне последовательности проблема допустим у меня нет веры а я хочу премы а еще нет шадхи еще я не очистил сердце а хочу премы это может твориться например в пракита сахаджи вот в таком отклонении поэтому тут нужно быть внимательным идти по стопам духовного учителя наставников ну вот то что хотел сразу добавить к этому вопросу да буквально два слова в догонку к тому что ты сказал и вот в ответ на первый вопрос который маленько мало озвучила а что делать если внутри все сопротивляется этой ответственности это как раз результат того что видимо мы взяли на себя какую-то ответственность непосильную и возникло вот это отторжение вообще нежелание ответственности и поэтому конечно же решение которое ты предлагаешь очень важно не торопиться слишком много на себя брать потому что действительно человек слышит воодушевляется и потом не знает что с этим делать то есть надо прислушиваться действительно к этому внутри к этому отторжению не хочу ответственности не хочу расти хочу оставаться маленьким безответственным и уважать и расти постепенно не пытаться сразу как-то пересточить куда-то в какие-то другие сферы брать что-то что мы сможем реально сделать получать от этого радость какую-то от того что получилось то есть спасибо очень за вот это утверждение что неважно сколько мы берем главное быть последовательным в этом и постепенно постепенно наша способность брать что-то больше и делать что-то больше будет тоже расти но начинать надо с небольшого уважая свои естественные ограничения маленько мало я прошу прощения уже пять часов ой не пять но два часа мы общаемся чуть меньше скажите пожалуйста сколько мы еще будем общаться потому что вопросы идут и сколько это по времени еще продлиться чтобы понимали давайте сделаем так и если время уже подходит наше два часа в принципе это нормальное время для программы потому что предные также могут уставать от перегрузки информации хотелось бы на чем-то как бы зафиксироваться чтобы не рассеивалось наше сознание чтобы был толк какой-то концентрация осталась это можем сейчас уже как бы закруглять нашу программу вот то что мы сказали сейчас обсудили но сейчас я думаю важно для нас всех послушать какую-то серию вопросов просто прослушать без ответа чтобы у нас тоже осталось впечатление о наших слушателях и чтобы мы были готовы к тому чтобы провести новую встречу по этим вопросам вы согласны все как сделать давайте сейчас дадим скажем минуты 3-4 маликамали пусть она прочитает какие-то важные моменты какие-то отзывы или вопросы в общем все что там есть дур махараджи может быть еще в конце сделать такой еще один круг чтобы каждый из махараджи мог какое-то такое послание после всей этой беседы сказать пожелания хорошо а вот только у меня тут есть небольшое предложение если оно вам понравится то может быть мы смогли бы его использовать чтобы каждый говорил не что-то новое не что-то от себя а сказал что-то из практического что он услышал от другого повторил чьи-то слова и как бы подчеркнул то что уже другое посоветовал вот так вот я за очень важно просто углубить то что уже произошло огромное спасибо за пример нормальных открытых честных человеческих отношений юмор шутки отсутствие позерства как сделать так чтобы это больше интересовало старших преданных боязнь близкого общения это большая проблема в европейском искон зачастую от этого зависит многое но эти темы не сильно поднимаются это как-то непривычно возможно из-за менталитета как сделать так чтобы это больше интересовало старших преданных и нужно ли это спасибо как отдать жизнь искону если моя жизнь уже забронирована женой и детьми было бы региональные кураторы встречались с преданными с преданными по типу исповеди как в христианстве чтобы помогать преданным разобраться в проблеме Саду Махарад затронул важную на наш взгляд тему варнашерами как общественного устройства можете ли поподробнее раскрыть эту тему затронута тема вайшнавских общин в России есть фермы где преданные хотят качественно заботиться о коровах и служить божествам как могут не греховские не вайши участвовать в этом а известны ли какие-то распознанные механизмы подавления ответственности и как их нейтрализовать на такую широкую а еще некоторые из присутствующих старших в курсе проблемы я не могу распространяться на большой аудитории но никакой агрессии или обиды нет это видимо на предыдущий вопрос ну в общем вот так в основном дальше говорят об общинах об ответственности я думаю что достаточно хорошо мы тогда еще вместе подумаем отдельно какую тему взять в следующий раз учитывая то что мы услышали то что уже обсудили мы встретимся все это обсудим и следующая программа у нас следующее воскресенье так и понимаю нет нет я думаю что чаще чем раз в месяц не стоит ага понятно хорошо мы это еще обсудим да может быть если там потребность будет какая-то ну в общем посмотрим еще да откорректируем это раз в месяц или может быть как-то еще получится вот а сейчас сейчас то что посоветовала Малико мало что-то мы скажем друг другу вот ну на самом деле лично я я был ведущим я думаю другой раз кто-то будет другой проводить хорошо если будут ведущие меняться вот мое впечатление я должен быть внимательен к процессу вот внимательно выслушивать иногда что-то суммировать дополнять или там кого-то побуждать вдохновлять тоже говорить или замечать быть внимательным это очень полезная практика для меня быть внимательным к вачнавам очень к настроению вот к выражению лица вот и для меня сегодня большое благо большой большие реализации испытал в этом служении вачнавам сейчас я не все вспомню буквально кто что говорил но впечатления мои вполне реальные они у мне в сердце остаются саду махарадж он говорил всегда вещи очень такие точные актуальные полезные вещи и философски все это объясняло чутатма также он своей решимостью вот такой чистотой и решимостью влиял на меня сагра махарадж очень очень практично и с таким состраданием вот то что я от него улавлив это сострадание и практичность готовность служить ващнавом вот разными нестандартными общим методами есть вот этот порыв то что я запечатлел вот Гасай Макараш попал мне в сердце сегодня вот вас существо своей искренностью всегда меня тоже поражает вдохновляет вот тут моя фотография себе что я скажу не знаю потом пропущу а эта фотография мне мешала все это время я все думал кто-то мы всегда узнавал себя кто-то лишний думаю и Кеша Макараш вот это его скромность удивительно она настолько работает даже когда он просто молчит он участвует всей душой видно что вот как бы он настолько связан настолько вот он преданный душой этой санги ну в общем вот такие у меня впечатления и я просто делюсь перед вами делюсь и перед теми слушателями вот я делюсь своими впечатлениями пройденном нашем собрании пожалуйста кто будет помощь Кеша Макараш первый спасибо большое да тоже всем то есть я что-то одно наверное должен озвучить чтобы не затягивать это то есть мне тоже очень ценно было сегодня слышать все что говорили все но я для себя пометил то что хочу отметить то что в самом начале Сагара Махараш сказал простые три таких вопроса которые нужно себе задавать чтобы избежать конфликта то есть это как я сам себе создаю проблему вот в этой ситуации как я себя обманываю и какие-то ожидания ложные строю и это приводит потом к усилению этой проблемы еще и что делать то есть как я должен действовать исходя из такого более трезвого взгляда на эту ситуацию я думаю что это то что я для себя беру и хотелось отметить этот момент спасибо большое я очень благодарен за это общение всем вам чувствую огромное удовлетворение в сердце вот я очень рад что преданные были с нами наша семья праупады вот и лично меня очень тронуло вот когда вы поделились вот этим опытом общения со старшими GBC то есть вот это вот некий такой это любовь к шилипраупаде я ее почувствовал она для меня была очень капелька для меня была очень важна для моего сердца спасибо вам большое за это у меня все значит так пробую конечно ну что мне запало и больше открылось пищер для размышлений скорее всего для анализа для медитации какой-то каким образом многообразие бесконечное оно может только усилить единство что мешает этому усилению единства многообразие оно само не мешает оно может помочь усилить спасибо большое то что произошло произошло все мои ожидания я покорен околдован я не ожидал такого я опасался что все будет гораздо формальнее так но произошло просто чудо так все открылись то есть я чувствую присутствие бахти оно реально проявлено вот и я безмерно всем благодарен что произошло это чудо у меня нет никаких сомнений что все преданные наши гости кто видел это они остались под впечатлением вера я уверен всех в этот процесс бахти увеличилась за последние два часа мое твердое чувство вот а по поводу внешнего дискурса так сказать то то что я слышал буквально от каждого то что больше всего прозвучало в нашем общении это слушание вот каждый из нас обязательно произнес это слово что нужно слушать нужно слушать очень глубоко нужно слушать с преданием буквально с трансформацией вот и наше общение на лишний раз подтвердило что действительно альфа и омега процесса бахти вот этого связующего процесса единства это слушание и только от нас зависит от нашей квалификации насколько мы освоим этот глубочайший процесс слушания вот спасибо всем большое алик крест сагаре махарач очень вдохновляет конечно хочется много сказать всем но поскольку времени очень мало я хотел сказать про читань Чандра Чарана как он сегодня вел и вот конечно же ведущий задает атмосферу и я вижу что всем нам надо в том же направлении идти потому что читань Чандра Чаран Брабу он показывает уникальный редкий пример Байшнава который живет не головой а сердцем и в конечном итоге именно в этом сознание Кришна заключается потому что голова это теория а сердце это практика вот и по поводу слушания я хотел предложить такую технологию духовную очередную это правило пяти с панчешила такая своеобразная слушание слов святых слушать слова святых стремясь служить и вот если мы это на вооружение возьмем мне кажется что это может помочь и конечно очень сильно запало в сердце то что сказала читат Мабрабу по поводу личного воспевания святого имени особенно джапа и вот я подумал что слушание джапы очень сильно влияет на наше желание и способность слушать и понимать преданных вот и поэтому да спасибо ему большое конечно за этот очень важный момент и один вопрос задали и пожаловали комментарии на него не было ответа по поводу ли в России новые дикши-гуру честно говоря вот мое личное впечатление что нам не новых дикши-гуру а шикша-гуру не хватает то есть вот шикша просто катастрофический недостаток и если преданные будут совершенствоваться в шикше дикши-гуру они естественным образом проявятся как результат спасибо большое всем ну и последний у нас как всегда Гасая Махарач пожалуйста спасибо большое я тоже очень рад какому-то такому живому диалогу который у нас возник и мне хотелось так же как Кешу Махарач повторить совет Сагары Махарач относительно трех вопросов которые нужно задавать себе это формула ответственности какой мой вклад что я сделал чтобы создать эту проблему как я себя обманываю здесь очень важный очень сложный вопрос на который сложно ответить потому что ну на то я себя обманываю чтобы не ответить на этот вопрос и что делать вот но я скажу наверное о другом я повторил это потому что ну важная интересная была формула и хороший практичный совет я скажу о другом я скажу о том что призыв который даже не призыв а эмоцию которую я услышал в нашем разговоре это то что давайте будем больше делать того о чем мы все так хорошо говорим вот как любой профессиональный проповедник наверняка ловил себя на том что вот появляется некая мысль и думаешь ну вот надо это сказать то есть для проповедника слово является каким-то поступком но одна такая центральная идея которая звучала тут давайте делать давайте наконец делать то что мы сами проповедуем то что мы знаем и даже если мы немножко совсем будем это делать но делать честно то что мы делаем то изменения будут изменения в нашем сердце изменения вовне вот спасибо большое спасибо огромное все-таки я вставлю свою реплику в конце не удержусь если все-таки мы в чем-то будем иметь трудности чтобы что-то делать а это не исключено век калий затруднена деятельность век калий все затруднено то конечно же вот свето-чутат он пробован универсальный это наша джапа всегда есть чем заняться если есть какие-то сомнения в деятельности удачи неудачи там и прочее или еще какие-то планы не не оформились то святое имя всегда внимательно воспевать цвета имена это наша главная обязанность ну огромная благодарность всем также слушающим участникам кто задавал вопросы кто участвовал тут также невидимо присутствовал амбариши махарадж у нас ему тоже поклоны и благодарность что он участвовал и мы теперь будем расставаться до новых встреч с болью в сердце будем любовь в разлуке культивировать вот значит сейчас можем строить хорошие планы на основе услышанного и хорошая джапа карантин прекрасное время для джапы для того чтобы переосмыслить себя у нас есть как раз эта возможность у всех как бы одновременно я думаю что если мы займемся этим серьезно то мы сделаем серьезный шаг в развитии нашего движения я уверен в этом потому что именно санкиртана в россии прогремела после того когда преданные реформировали джапу сначала была реформа джапа пришествовала затем уже началась сильнейшая санкиртана поэтому святой мы всегда впереди как говорит Магру Махарадж лошадь впереди теперь позади будет лошадь всегда впереди святой теме всегда впереди ну и конечно же вот это практические вещи нельзя забывать повторять джапу как бхагаладжит исполняя свои обязанности но думая во мне кришна кришна говорили то есть нельзя забывать ни о том ни о другом значит вот это то что мое заключение как ведущего имею право на это ну и все еще раз спасибо 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 всем.